Если накраситесь отделочная строчка, тогда вот этот внутренний шов срезают под корень, да, смотрите? Вот этот срезанный. До конца срезали вот этот отделочный шов, да, вот эту строчку. Потом сверху даете отделочную строчку на ширину вот этой вашей, вот она. То есть ваша задача, потом сверху же аккуратно строчку даете теперь же, строчку даете, видите, толщины нету. И все вот эти драповые пальто, когда делали, драп пальто бывает, на пальто, тогда обязательно внутренний один шов надо срезать. И тогда вот поверху строчится тогда толщины, что-то не было. И вот теперь вот так вот прострочили отделочную, каждый реле, все вот она. Все, вот она, каждый реле пошло и сюда, в сову и цепляем вот это вот. Это до подкладочной. До подкладочной, конечно, обязательно, не еще как. Потом подклад собирайте, закрывайте вот это. А где этот же, да? Да, и грудо передали. Такую пупечечку. А это под грудью, видите? Вот она, до конца сошла. А, везде она полностью. Да, вот это не надо. Теперь вот эту штуку можно... Вот она, видите, вот она, до конца, прям до сюда. Да, до сюда, да? Вот до сюда, шов, что понравилось. Да, до сюда, да. Ага, до сюда, до сюда, до сюда. До сюда. Бывают такие вещи, иногда я возьму, вот здесь, плоскоупцем, щит, откусываясь, длинные. Вот это оттягивайте, за них засунуть можно. А, да, да. Всякие длинные, короткие, покорочевают. Вот такие бывают они. Все. Если вдруг у вас отделочный шов нету, на корсете не предусмотрен, да? Тогда вот этот шов разочуживаете, вот оно у вас, другой вариант. Вот эту. Тогда берете обычно подкладочный ткань, вот такую, любую ткань. Можно вот эту основную ткань даже взять. Просто ткань, без дублерина, да? Вот, без дублерина, вот такую полоску взяли просто. Опять разутюзнули шов вот этот. И вот эту штуку нашиваете на шов с двух сторон. На эту строчку вот сюда. И сюда. Это когда две строчки нужно, что ли? Да нет, здесь строчки. Да, здесь строчки нету, строчки. Тогда вы шьете на эту сторону только. Кармашек. Нажер она и вот сюда вот. Все прошу. Шушу пришиваете полоску до конца. Вот, до конца.